Последний месяц стал для Пашиняна настоящей агонией и полным крахом его и без того унылой политической карьеры. Пока армянский премьер в панике названивает мировым лидером по несколько раз в день, надеясь, что хоть кто-нибудь за него заступится. Тем временем, азербайджанская армия с каждым днем освобождает все больше и больше своих территорий из-под армянской оккупации. Множество звонков Владимиру Путину. Вместе с тем в отечественном лесном комплексе. Извините. Я вам перезвоню. Я занят сейчас. Макрону, Ангеле Меркель и другим лидерам сделали из Пашиняна фактически телефонного террориста. Теперь поняв, что звонки ни к чему не приводят, а Азербайджан почти месяц продолжает успешно освобождать свои земли, в ход пошла новая тактика армянского премьера. Раз я всем надоел, надо пустить вход Армина Саркисяна и главаря сепаратистов Араика Арутюняна. Президент Армении за последние несколько дней успел встретиться с премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Франции Макроном, генсеком НАТО, но ему везде указали на дверь, ничего не пообещав. Например, Саркисян отчаянно пытался очернить Турцию в НАТО, на что получил резкий и прямой ответ от генсека, что они не будут вмешиваться в Нагорно-Карабахский конфликт. Второй Араик вообще рассмешил. Написал по заказу того же Пашиняна так называемое открытое письмо Владимиру Путину. Причем написал его сразу после того, как российский президент твердо дал понять мировому армянству, что оккупацию территории Азербайджана надо прекратить. В своем школьном сочинении, по-другому это и не назвать, главный сепаратист Карабаха пишет о древневековых связях России с армянами Карабаха и тоже умоляет помочь остановить освободительную войну Азербайджана. Мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, она не может продолжаться вечно. Кажется, что они до сих пор не поняли главного. Единственный для них шанс спастись – это немедленно вывести армянские войска с территории Азербайджана и прекратить оккупацию, которая длится уже 30 лет.